Не до Старка все понял сразу. Если правда все это, хотя бы на третий раз. Режь мне горло, блин. Не сегодня. Обнадеживает. Слушай, а вы кому на самом деле служите? Государству. Кто-то же должен. Кому-то надо, говорит опытный, блин. Кто-то ведь должен, да. Ну, учитывая, что вокруг все настолько поглощены какими-то личными скотскими интересами, вообще непонятно, как оно без КГБшника Вариза до сих пор выживает все это государство. Видимо, только он за отчизну болеет, да и то не за свою. Он же тоже понаехавший. Ну, все равно делом занят. Хоть как-то там что-то в какое-то русло направляет. Ну, кстати, это очень хороший ход. Умный Мартын сделал. Что у них КГБ-ник, единственный, который вообще долгое время занимался интересами общими, а не личными, это понаехавший Вариз, потому что у него тут связи нет. И он нахер никому не нужен. Вообще. Ну, там еще важный момент, что он кастрат, в нем никакие страсти не бушуют. Не, ну, в любом случае, он же самое главное не в том, что кастрат, а в том, что он не встроит в местную систему местничества. То есть, никому не родственник, а значит, будет делать что-то такое, чтобы как минимум самому в живых остаться. А оно таким образом направлено только на защиту государства, потому что это единственное, что его защищает от какой-нибудь расправы. Ну, и отсутствие бурлящего гормона, это, в общем-то, правильно. В идеалистических, так сказать, этих самых государством править должны семидесятилетние дедушки, у которых уже не стоит. Им вот это вот, им все по барабану, страсти не бурлят. Ага, давай-ка тут располовиним вот так, вот это, блин. Вот это монахи желательно. Джо Байден. Да, да. Вот этот опять обосрался везде, где только мог. Отлично. Я с удовольствием смотрю. Блин. Я помню, когда достаточно давно, когда этого Обамку-то выбирали, и когда никого там не пускали на инаугурацию. Смешно. Получалось, блин. Я все время... Я каждую новость сопровождал примечанием. Жги Обамка, разваливай Америку. Блин. Такие вихри говна кружились. Просто смерть. Торнадо вокруг меня. Говняные торнадо ходили. Ты-то там что понимаешь? А что понимать? Ну развалил. Козли нам, блин. А эти уже доламывают. Отлично получается, на мой взгляд. Как не посмотришь, просто отлично. Ты слышал, что они месяц от него ядерный чемоданчик прятали. Посадили специального человека с кнопкой, которая его мудацкие пассажи выключает, когда Байден что-нибудь говорит. Как только слышишь, что не так, вырубает ему микрофон. И никто не знает, что он сказал. Там в Сенате так охерели уже. Вы что вообще? То есть, чумодан у генералов они там с кнопкой сидят. Кто-то китайцам звонит мимо Байдена, договаривается. Байден китайцам звонит. Блин. Здесь человек выключает президента. Хотя, что удивительно, вы недавно Трампа выключали. И все счастливы были. А Байдена, оказывается, нельзя выключать. Да что ж это такое. Отлично. Отлично. Это у нашего друга Константина Анисимова малолетний сын. Адам. У меня телефон Т-9 переделал его в Обаму. Я написал, типа, Адам приедет. Телефон такой, какой Адам. Обама приедет. Обаме страшно понравилось, что он Обамы. Когда его Костя подарил меч на раннее средневековье, он назвал меч Джо Байден. Знаешь почему? Потому, что он тоже тупой. Тонко, блин. С удовольствием смотрим. Да. У них свой Гомотрон. Настоящий. Да. Настоящий. Настоящий. Продолжение следует...